Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. 29 апреля состоялось закрытие в международном фестивале 8 по счету арт-пространства Амур. Это грандиозное событие, я думаю, надо обязательно передать вам в красках, потому что очень много победителей, очень много интересных работ было на фестивале, поэтому у нас в студии сегодня находится зав. кафедры дизайна АМГУ Елена Борисовна Коробий. Здравствуйте, Елена Борисовна. Елена Борисовна, поздравляю вас, теперь вы наконец-то можете выдохнуть, действительно, потому что я знаю всегда, когда фестивали такие к тому же длинные, продолжительные, протяженные, с массой каких-то ответвлений, но это очень тяжело организационно. Этот вам как дался? Проще, тяжелее, чем остальные предыдущие? Спасибо большое за поздравление. Конечно, действительно, провести такой фестиваль – это огромный труд. Это большой ресурс организационный, финансовый, это большие затраты сил. И, естественно, мы этот фестиваль долго готовим, и несмотря на то, что 29-го подведены итоги, конечно, еще долгое время мы будем жить этими эмоциями, подводить итоги, разбирать наши действия, ошибки, может быть, какие-то плюсы, минусы, поэтому еще это на долгое время работает. Елена Борисовна, давайте напомним имена тех потрясающих людей, которые приехали практически вот с разных уголков планеты, да? Поэтому давайте скажем, кто был? Ну, мы обычно стараемся, чтобы члены жюри были очень разноплановыми людьми, потому что фестиваль охватывает разные профили дизайна, искусства. Естественно, нам бы хотелось, чтобы это были люди, которые могли бы по достоинству оценить именно разные направления дизайна, которые есть у нас и которые мы здесь представляем. Поэтому для оценки работ по дизайну костюма была приглашена Светлана Черемных из Пекина, для работы с архитектурной средой были приглашены профессор Сюки Казуаки из университета Канта-Гакуин, Япония, был приглашен Стахеев Олег Васильевич из Томска, для работы с конкурсом декоративно-прокладного искусства мастерская был приглашен профессор Орловского университета Хворостов Дмитрий Анатольевич, для работы с графиками был приглашен дизайнер из находки. То есть мы постарались максимально охватить нашими членами жюри все те направления, которые представляли на этом фестивале. Я надеюсь, что у участников вообще никаких сомнений в объективности оценки после этого не осталось. Светлана Черемных нам повезло, она побывала у нас тут в студии, да? Вот, к сожалению, профессор из Японии слишком мало был, я надеюсь, приедет еще. Да, я тоже надеюсь, потому что он, это был такой, ну, пилотный его приезд. Первый раз у нас побывал в Благовещенске, до этого был в Хабаровске, в Владивостоке. Как впечатления? Впечатления у него грандиозные, потрясающие. Когда мы его провожали, я сказал, что я полностью удовлетворен, мне очень понравились работы ваших студентов, понравилась та среда, которая существует, которая есть на конкурсе, которая есть в Амурском государственном университете, ему все очень понравилось, и мы решили, что следующим нашим этапом в работе будет, наверное, приезд его, тоже со студентами для воркшоп какого-то, для проведения какого-то такого совместного действия. Елена Борисовна, Светлана тоже хвалила студентов, особенно, вот она смотрела работы, которые были предыдущие, она была, конечно, под впечатлением. Вот сейчас, после этого очередного арт-пространства Амур, мы опять будем кем-то гордиться и говорить, что это действительно потрясающие работы. Да, гордиться мы будем обязательно, я всегда говорю о том, что наши студенты и те, которые присылают работы, и те, которые учатся у нас и являются победителями конкурсов различных, я считаю, что у нас очень высокий уровень, и это неизменно ежегодно отмечают члены жюри, поэтому, естественно, что мы будем гордиться нашими студентами, и мы очень благодарны за то, что они гордо несут. Ну, вот действительно большой показатель, когда с разных городов России присылают на конкурс свои работы, да, разные студенты. Но, тем не менее, студенты АМГУ, они как-то отметились, хорошо? Да, они отметились, конечно, разные конкурсы, их было много в рамках фестиваля, они были разноплановые в конкурсе «Магия моды». Одно из гран-при получила наша студентка, а второе гран-при получили авторский коллектив под руководством нашей выпускницы. Ну, вот так, опять свои. Да, опять свои. Все, что касается конкурса «Профи», то же самое. Здесь получили и наши профессионалы, благовещенские, и специалисты, которые работают в Амурском государственном университете, но и, что очень меня радует, это наши выпускники, которые здесь уже работают в своих фирмах и также участвуют в различных конкурсах. Поэтому мне не стыдно абсолютно, я рада, горжусь, и, конечно, этот фестиваль – это место встречи профи, выпускников, студентов. Это очень, ну, как бы радостно для нас. Вообще студенты, я думаю, очень часто разъезжаются, да, именно причем в вашей кафедре дизайна действительно часто бывает такое, что им нужно просто получить эти эмоции в разных уголках планеты, да? Но они как-то не забывают? Нет, вы знаете, они не забывают, и мы поддерживаем то, что они ездят и смотрят, и мы поддерживаем любые контакты. И, опять же, я повторюсь, что очень важно, что студенты, даже если они уезжают, они востребованы, они устраиваются и устраиваются по своей основной специальности. Поэтому это для меня очень такой большой момент, которым я горжусь. Елена Борисовна, вот что дальше с победителями, как правило, как складывается их судьба? Есть ли возможность у них поехать потом еще на какие-то более крупные конкурсы? Да, конечно. Дело все в том, что вообще фестиваль несет, ну, я для себя так отмечаю, три основных функции. Конечно, это образовательная, потому что те мастер-классы, которые проводят наши члены жюри и для наших студентов, и для преподавателей, и для пришедших людей, да, это, конечно, очень важно. Но это такая часть уже образовательного процесса, скажем, да? Конечно, конечно, да. Второй момент, это, естественно, профориентационная, профориентационная, потому что студент, выставляя на выставке или на конкурсе свою работу, это возможность заявить о себе. Если это победитель, то, естественно, его кто-то заметит из членов жюри, и, скорее всего, это будет какое-то предложение о работе, может, о какой-то совместной деятельности, о работе над каким-то конкретным проектом. То есть это очень важно. И поэтому, естественно, что вот этот конкурс, который объединяет в себе этих разных людей, он позволяет потом дальнейшему сотрудничеству и дальнейшему продвижению студента, выпускника в его дальнейшей работе. Естественно, это поездки, это контакты. Все члены жюри в свободном доступе. Понятно, что студенты, если они заинтересованы, они с ними общаются, обмениваются контактами, и дальше идет какая-то дальнейшая работа. Поэтому, естественно, все фестивалем не заканчивается. То есть, в принципе, я думаю, что вы даже рекомендуете всем своим студентам обязательно участвовать. Конечно, конечно. Дело все в том, что выставочная деятельность, это такой третий момент фестиваля, это часть профессиональной, проектной культуры дизайнера. И он должен научиться, себя презентовать, показывать. И это нормальная ситуация, когда студенты участвуют в конкурсе. Поэтому, естественно, что все студенты заинтересованы. Даже если они боятся, мы стараемся их направлять для того, чтобы они участвовали в этих мероприятиях. Елена Борисовна, напоследок просто не могу не спросить, потому что на кафедру дизайна всегда не так просто попасть студентам. Мало того, вас на какое-то время абсолютно лишили, насколько я знаю, бюджетных мест. Поэтому студентам совсем было сложно, наверное. Сейчас как ситуация с этим? Как вы будете набирать будущих студентов, тем более, что вот-вот уже совсем скоро? Нет, бюджетных мест нас не лишили. У нас бюджетные места есть из года в год. Другое дело, что их было чуть меньше, чем мы привыкли несколько лет назад. Но я думаю, что это не прерогатива только нашей специальности. Это было общее снижение. Действительно, пострадали тут многие. Пострадали многие, но в любом случае к нам можно поступить, и места бюджетные есть, и нужно пробоваться. И мы с радостью принимаем студентов, творческих людей. Кстати, я хочу сказать, что те, кто еще не поступил, но уже отметился на фестивале, естественно, когда мы видим, если студент приходит, приносит свои документы и приносит в авторском портфолио дипломы нашего фестиваля, то, естественно, это говорит о том, что человек был сразу ориентирован на поступление к нам, что мы его знаем, что он уже каким-то образом засветился, его работы были оценены. То есть шансы у него выше. Ну, по крайней мере, мы, конечно, внимательно относимся к тем людям, которые к нам хотят поступить, и которые, я думаю, что поступят. Елена Борисовна, спасибо большое. Желаю вам хороших, талантливых, с горящими глазами студентов. Ну, а всем остальным желаю обязательно участвовать в конкурсах, потому что это ваш рост, это ваше будущее. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Коробиза, завкафедра дизайна ОМГО. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова